здравствуйте сегодня будет речь об уникальном натуральном экологически чистым удобрением которое помогает избавиться от желтизной листвы если ваши гераньки вот смотрите пеларгония начинает желтеть листики вянут или крочневеют или любая другая пеларгония у вас выглядит как-то не очень ее можно оживить простым натуральным средством также запустить цветение разбудить новые почечки чтобы растение быстрее росло начало цвести и активно развивалась самое главное что это удобрение даже не одно будет два удобрения в разных состояниях которые вы можете использовать как для подкормки цветов так и для себя лично то есть это удобрение можно не только подкармливать цветы но и себя после этого удобрения вы заметите уже через две недели как ваши листики на растениях оживут позеленеют станут ярче станут здоровее красивее также начнут просыпаться боковые почки и так давайте начнем нам понадобится вода обязательно отстойные и первое удобрение это хлорелла у меня тут суспензия именно этой суспензии надо 125 миллилитров на 1 литр воды чуть позже оставайтесь со мной я вам расскажу как сэкономить и не покупать вот такую вот хлореллу а купить подешевле и чтобы ей чаще пользоваться потому что это на самом деле рабочее натуральное удобрение хлорелла из всех микро водорослей считается самой полезной и я бы сказала она чуть подороже чем например другие микро зелень водорослей и так чем же она так хороша первую очередь она увеличивает хлорофилл в листьях и они становятся зеленее меньше желтеют помогает от хлороза поэтому а листики будут более зеленые более яркие также хлорелла стимулирует рост зеленой массы активирует именно все жизненные силы самого растения и оздоравливает его хотя производитель рекомендует поливать хлореллой один раз в две недели я делала это чаще потому что это такое удобрение которое не наносит вреда а дает только пользу я заметила несомменный эффект на заналка занартиках это такие пеларгонии которые имеют огромную листву свисающую они очень капризные не у всех дома растут и я вот нашла к ним все-таки подход и они стали расти им надо прохладное место обязательно и любимые подкормки а любит она именно хлореллу я бы сказал еще биогумус но в этом видео не будет речи о биогумусе поэтому упустим и так второе удобрение это спирулина в таблетках таблетки можно приобрести в аптеке как вы видите стоит недорого таблеток очень много вы можете подкормить им растения можете подкормить себя эти два удобрения можно чередовать между собой например сегодня мы внесли хвориллу через неделю вы внесли спирулину надо две таблетки на один литр воды обязательно растолочь настоять где-то около часа чтобы спирулина набухла и отдала все свои питательные вещества затем полить такой раствор лучше не хранить и использовать сразу по действию спирулина имеет практически такой же эффект как форела например она стимулирует рост корней стимулирует рост листвы стимулирует рост боковых побегов стимулирует рост цветоносов от этого растения цветут лучше и вообще после спирулины и хлореллы растения практически не болеют они прям оживают на глазах становится правда зелененькими за счет того что в спирулины и хлореллы содержится много хлорофилла растение тоже его впитывают и начинает выглядеть намного здоровее и хотя мы это растение уже подкармливали до натуральными удобрениями вот этот данный экземпляр кормится только натуралкой герань я кормлю как правило натуральной и вот еще хочу показать что спирулину можно купить в порошке она будет стоить гораздо дешевле в порошке чем вы будете покупать таблетки например я покупаю 100 грамм потому что я ее сама пью мне она очень нравится вообще что касается водоросли это мое самое любимое я просто фанат этих воры водорослей потому что они питательные вкусные приятные вот морскую капусту я еще люблю но и морскую капусту я тоже заваривала растение поливала в спирулине и хлорелле содержится огромное количество витаминов макро и микроэлементов которые подпитывают растения а если взять порошок спирулины то нужно 1 чайная ложечка на 1 литр воды если вам кажется что раствор сильно концентрированный получается на самом деле я вот всегда такой илью он вот рабочий то вы можете использовать одну третью часть ложечки на 1 литр воды сами как-нибудь приспособились грунт после хлореллы и спирулины не гниет вот такой вот нелененький он получается очень хороший питательный вкусный а вы можете сделать себе растворы и также растишка сами попили растишек подкормили очень кстати приятная такая водичка которая насыщает энергией я думаю она дарит энергию не людям но и растениям за счет чего они лучше и быстрее растут как я уже сказала хлореллу и спирулину можно чередовать между собой вот поливать можно абсолютно все растения не только пеларгонии но и замиокулькас антуриум фикусы и любые другие растения которые у вас в доме есть хотя это органическое удобрение я не заметила что она гниет или образуется от него мошки но тем не менее обязательно после него просушите грунт вот так же хлореллу я покупаю в порошке потому что бутылках она стоит около 180 200 рублей за литр а вот порошок 100 грамм я покупаю но тоже где-то рублей 150 200 вот разница между цветом смотрите изумрудный цвет у спириллины и цвет хаки у фарелла разница как вот определить не спирулина где хлорелла очень не нравится две эти водоросли потому что они богаты вот как вот можно не пить витамины не добавлять никакие витамины в растении а просто подпитывать их вот этими водорослями которые просто богаты всякими полезными веществами нам тоже надо одну чайную ложечку на 1 литр воды если вам кажется что этого много потому что раствор получается концентрированный обязательно хлореллу надо настоять около часа чтобы она набухла дала все питательные вещества воду и затем поливаете поливать можно один раз в неделю или один раз две недели я иногда поливаю чаще иногда один раз две недели поливать можно тоже все растения как я уже говорила не только пеларгонии но и любые другие потому что они стимулируют рост зеленой массы цветения и вообще растение оживает после таких подкормок а вот я вам хочу показать это у меня материнский куст привезенной с дачи после того как я его обрезала вы помните я их вынимала из земли и пересаживала вот такие вот стаканчики и практически половину моих материнских кустов с дачи хранится именно вот в таких стаканчиков до сих пор я так пыталась держать рост но видите мне ничего не удалось они так и растут бешено скоро я их опять буду обрезать и хотела их также опять снова ввести на дачу если вам понравилось видео поставьте лайк подписывайтесь на мой канал всем пока пока всегда с вами елена